Добрый день! Сегодня 3 октября 2022 года. Мир ещё стоит на грани угрозы очередной мировой войны с ядерным оружием. И угроза эта исходит из нашей миролюбивой страны, которая больше 30 войн провела за последнее столетие, и тысячи и тысячи своих граждан угробила на этих войнах и конфликтах. На сегодняшний день и президент призывает своих граждан отдать свои жизни, выбрать, за что вы можете отдать свои жизни. И го-еси кричат со сцены и говорят о том, что это будет и отечественная война, видимо, потому что мобилизацию-то объявили. Её объявляли в 1941 году, когда действительно на нас напали, после того, как мы были союзниками сначала этого же самого агрессора. И если бы мы не показали агрессору в войне с Финляндией, что мы очень слабы, то, может быть, и той войны бы не было, и той мобилизации бы не было. Но нам всегда хочется показать, что мы к очередной войне тоже не готовы. И тот заглохший там армат на Красной площади уже тогда всем показал и всему миру показал, что чего-то в России пошло не так. Если даже на Красную площадь они выводят не то угрожающее оружие, которое там будет двигаться, его не надо будет транспортировать оттуда другими тягловыми силами. Отечественная война – это в том случае, когда на вас напали. А мы в этот раз напали сами на братский народ и ведём там кровопролитную войну. Причём призывая простых градон. И мы видим, кого там призывают безоружных, разутых, раздетых, когда объясняется семьям, что они должны закупить и одежду, и тёплое бельё, и обувь, и, наверное, потом ещё и гроб. Тоже сами будете покупать, потому как вы отправляете своих детей на убийство. Кстати, во время той самой Отечественной войны дети руководителя страны Сталина, два его сына, они воевали. Елизавета Вторая воевала, она была водителем грузовика. Вот недавно ушедшая королева, которая была примером для всех во всём, вот она воевала. Где дети тех людей, которые отправляют вас на войну? Все, наверное, слышали о том, как сыну Пескова позвонили и спросили, а вы идёте воевать? Он ответил, я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне. Почему у нас люди такие разные? Это пушечное мясо, а это элита, которая спряталась за вашими спинами, навязав вам идею, что это Отечественная война. Кто на вас напал? Фашисты. Ваши фашисты расстреливают детей в школах. У вас своих фашистов навалом. Вот там бы разобраться. Россия активно напоминает первое время чумы. Причём, когда были победоносные наступления в Харьковской области в это время, москвичи праздновали День города, якобы с присутствием Путина, и открывали самое большое в мире колесо обозрения, которое на следующий день поломалось. Так же, как и танк Армада, как и многие другие, больше всех и сильнее всех в мире, теперь вот оно такое стечение обстоятельств, что ли. Объявляют на весь мир о присоединении новых территорий, а в это время освобождается Лиман. Причём, я хочу вам напомнить, что битва за Авдеевку русскими проводилась более двухсот дней. А украинцы во много слабее страна, во много численно уступающая Россия. Победоносно освобождает одну территорию за другой, не обращая внимания на то, с какой целью эти территории присоединялись. Они присоединялись для того, чтобы сказать, а это наши территории, теперь по ним, пожалуйста, не стреляйте. И ваш диктатор объявляет, мы призываем украинцев прекратить войну, которую они начали вот столько много лет назад. Вспомним, кто начинал войну. Всё, что произнёс ваш диктатор в этой речи, сплошное враньё. Но меня больше всего радует то, как Вселенная вносит свои коррективы. Вот два пункта я уже сказала. У вас тут День города, а там освобождается несколько тысяч квадратных километров от завоевателей. Здесь провозглашается присоединение территорий, которые освобождаются. Кроме того, это явно русские. Взрывается газопровод Северного потока-2 и уже, по-моему, не в ногу себе стреляют, а в сердце. Для того, чтобы не платить штрафные санкции за невыполнение обязательств по договорам, их никто не будет теперь ремонтировать. Потому что Европа могла бы пользоваться этим потоком, но вкладывать деньги в его ремонт они не будут. В процессе освобождения от поставок из России происходит это день в день, когда открывается новый газопровод из Норвегии в Данию, Швецию и до самой Польши. То есть Вселенная говорит, да не надо нам русского газа. Без вас обойдутся. Никто не замерзнет, никто не будет голодать. И никто свои правительства не заставит больше общаться с кровавым режимом Путлера. А объявление о мобилизации совпадает с освобождением Азосов. Тех самых, которых провозгласили вот самыми мерзкими вашистами, их освобождает. Слава Украине! Героям слава! Они за каждого своего, за каждого своего воина борются и освобождают. А наши никому не нужны. И новые трупы, скорее всего, как и прежние, будут брошены там. И никто вам их не доставит для захоронения. Даже если гробы вы будете сами оплачивать, потому что, предоставив вам тело убиенного вашего ребенка, они должны будут выполнять свои обязательства по выплате денег. А им проще их пропавшими без вести объявить, как уже много раз во время этой войны объявили. Ведь говоря о том, что украинцы потеряли 60 тысяч, а мы только шесть, вы же понимаете, что нападающая сторона всегда собирает силы в три раза превосходящие, обороняющие, потому что они теряют в три раза больше. Потому что их погибает в три раза больше, чем обороняющиеся. Вы сами посчитаете, сколько русских было могилизировано, утилизировано. Вот это слово мобилизация, утилизация прозвучало на русскоговорящих каналах после того, как стали собирать осужденных из тюрем, больных из дурдомов и бездомных с улиц. Они это назвали утилизация, а не мобилизация. Сейчас такая утилизация будет относительно всех, кто не принял правильного решения и не отказался идти на войну. Потому что многие до сих пор рассуждают так, что если я не пойду, то меня могут посадить. Да, могут посадить. Но у вас есть шанс выйти из тюрьмы. Выйти живым из войны вряд ли удастся. Ведь когда у нас началась чеченская война и первая, и вторая, простите меня, дорогие чеченцы, но я не следила за тем, что и как там происходило. Потому что на Кавказе у нас войны были всегда. И у нас была 60-летняя война в то время, когда и Пушкин, и Лермонтов туда тоже посылались. Но тогда процент погибающих и на той войне, и на других, которые Россия всегда активно вела, был один процент погибающих во время этих войн. То есть из ста один, ну, может быть, и не я. До сегодняшнего дня на украинской войне число погибших огласил, кто у нас по тюрьмам собирает? Пригожин. Пригожин огласил 15 процентов погибающих. То есть из сотни уже 15. Больше шанс. Но он тоже эту цифру значительно занизил. Потому что во многих подразделениях осталось 50, а в некоторых только 30 процентов живых и нераненых. То есть на умерших и на раненых, которые чаще всего тоже быстро превращаются в умерших, потому что им некому оказывать помощь. И, наверное, уже все посмотрели ролик, я на него ссылочку дам или прямо сюда вставлю, где мединструктор объясняет. Берите женские прокладки в обувь, чтобы у вас там вода не стояла. И берите женские тампоны для того, чтобы встреленные раны вкладывать. Может быть, вы сами себя спасете. И берите жгуты, чтобы самому себе помощь оказывать. То есть если вы легко раненые, то через 40 минут вы становитесь тяжело ранеными, а еще через 40 минут вы труп. И на сегодняшний день наверное уже будет не 50 и не 70 процентов потерь русских на этих фронтах, потому что после объявления мобилизации Соединенные Штаты Америки отправили в Украину новые хаймарсы с новым вооружением, которое уже рассчитано не только на точные удары по крупным объектам, но и снаряды для уничтожения живой силы противника. Один такой снаряд разлетается на 183 осколка. Читайте пули. 183 пули от одного попадания. И будет теперь наверное 99 процентов потерь. И я понимаю, почему США только сейчас согласилась такое оружие послать, потому что раньше все-таки были военные. Они избрали это своей профессией. И раз в этой стране уровень военной подготовки на цифре 3, 3,5 максимум, то поставлять туда оружие уровня 5 считается негуманным. Пусть они сражаются на равных. На сегодняшний день, когда пошли убивать мирных граждан и ни в чем не виноватых солдат, защищающих свою родину, для которых действительно война отечественная, идут те, кто решил, что я зиговал, я поддерживал это, и я иду умирать, то вам там надо умирать. Потому что вы одурманенные шизофашисты. Вы стали теми, кто уничтожает украинцев по национальному принципу. такие люди должны найти там смерть. Я считаю своим долгом сообщить, что такое оружие уже поступило. А я не знаю, как это проходило под Лиманом, уже они его использовали или нет. Во всяком случае, украинцы, окружив войско, дало им возможность сдаться в плен. Им повезло, они могли сдаться в плен. Но сдаться в плен повезет только вот так, если вас окружили, надеяться на то, что я пойду и там я сдамся, маловероятно. Скорее всего, вы либо не доедете до фронта, а может быть, в первом бою погибнете от этой пульки, выпущенной из одного снаряда. Там на всех хватит. Я считаю, что они поступили разумно. Для того, чтобы у вас не сложилось впечатление о том, какие жестокие американцы, я хочу вам напомнить, совсем недавнюю ситуацию она произошла в августе этого года. Байден объявил о ликвидации лидера аль-кайды Аймана Аз Вавахири. Произошло это 4 августа 22 года. Я думаю, что они провели эту акцию уже в условиях начавшейся войны, чтобы Путину показали, что в случае, если его объявят террористом, то с ним может произойти то же самое. Но мы сейчас говорим о гуманности американских решений. То есть, так как рядом Сайман Аз Захарием вместе в доме проживала жена и внучка, они сделали все для того, чтобы его члены семьи не пострадали. Управлял аппаратом военный, находившийся в другой стране, где они установили орудия, мы можем то, как догадываться, может быть, на границе. И в то время, когда Айман вышел на балкон, он был уничтожен нажатием одной кнопки и уничтожили его многочисленные ножи, которые тоже были выпущены из одной, казалось бы, маленькой пульки. То есть, пострадал только он, кто был приговорен к смерти, все остальные не пострадали. То есть, нам сейчас нужно всем объединяться с тем, чтобы Россию признали страной-террористом и приговорить к смерти господина Путлера. по-другому у меня его назвать не получается. То есть, каждый решает, на какую войну он идет или не идет. Кстати, я где-то написала, что всех не пересажают, и девочки говорят, что Россия очень хорошо приготовилась к тому, чтобы пересадить понастроенные новые гулаги со множеством мест, и места будто бы вам хватит. Но я очень сомневаюсь. Несмотря на то, что внутренние войска, полиция многочисленно превышают, почти в три раза превышают армию, которая должна была бы воевать, они это сделали для того, чтобы бороться со своим народом внутри страны. Но вы должны идти через суды, а суды захлебнутся точно так же, как захлебнулись пропускные пункты беженцев на границах. Там была буквально гуманитарная катастрофа. Люди умирали от голода и холода, бросали машины, потому что отапливая себя, они сожгли бензин, а взять его было негде. Думайте, какую позицию вы примете, но стать пушечным мясом, потому что кто-то решил, что он все равно умрет, и пусть вместе с ним умрет страна, а может быть, весь мир. Наше дело сейчас все это остановить. Не надо говорить, что мне легко говорить из-за границы. Если бы я была там, я бы мыслила точно так же. А с вами была Галина Смис. Я всем желаю сделать правильный выбор, сохранить себя, своих детей, своих близких, и не думать о том, что кто-то решил, какая это война, и где вы должны умереть. Дайте мне ружье и скажите, где умирать. Это для тех пьяных, одурманенных, которых нам сейчас показывает, кто уехал на эту войну умирать. Отрезвляйте себя, не глушите свой разум алкоголем, а начинайте немножечко думать, как защититься и как сделать так, чтобы Россия не прекратила свое существование из-за того, что часть народа сбежала, а часть народа убита, а те бабушки, которые остались, они не в состоянии возделывать те поля и на заводах работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА